Открытие этого поликлинического отделения в Приволжском микрорайоне промышленного района Самары ждали долго и с нетерпением. Дело в том, что до появления этого здания маленьких пациентов обслуживали в двух неспециализированных помещениях на первых этажах обычных многоэтажек. Проект нового здания долго не согласовывали, потом не могли его реализовать. Сама поликлиника детская, она в проекте строительства находилась действительно очень длительное время, со времен еще Лиманского долга. Она была в связи с подготовкой документации для строительства этого здания и не было денежных средств, не выделяли денежные средства на доведение проекта до конца и на само строительство. Современная поликлиника, рассчитанная на обслуживание до 18 тысяч человек, проработала всего пять лет. Трещины в несущих стенах здания оказались веским аргументом, чтобы в один момент полностью прекратить прием. Рисковать пациентами здесь не стали. Уже на следующий день после обнаружения трещины врачи переселили во взрослую поликлинику на Тополей-12. Сейчас, конечно, очень и очень некомфортно здесь. Тут и условий нету, как видите, даже ребенка, не знаю, одеть, раздеть со взрослыми, взрослые инфекции, конечно, каждый раз ходим. Для малышей здесь отвели целое крыло, плюс разместили профильных специалистов в отдельных кабинетах. Сейчас врачи максимально охватывают вызовы на дому. Насколько серьезна проблема с созданием на Молодежной, пока не ясно. Сейчас идет экспертиза. В течение двух недель нам обещали дать заключение, возможно ли оказание медицинской помощи в том здании. Или это здание представляет угрозу и нуждается в срочном ремонте. И уже по результату вот этой экспертизы мы сможем что-либо сказать. Ситуация усложняется тем, что сейчас зима, ожидается эпидемия гриппа и повышение заболеваемости среди детей. В здании на Тополе уже разделены входы для температурящих пациентов и всех остальных. Но это вряд ли убережет малышей от контакта с болеющими взрослыми. Продолжение следует...